В Баку стартовал второй день 11-й конференции министров туризма стран-членов организации исламского сотрудничества. Накануне составилось заседание высокопоставленных лиц в рамках конференции. Второй день 11-й конференции министров туризма стран-членов организации исламского сотрудничества начался с обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое было зачитано участниками. Сегодня будут определены даты и место проведения очередной конференции, а также даты на премии «Туристический город ОИС» в 2023-2024 году. Также будут приняты проекты итоговой резолюции конференции и Бакинская декларация. Проведение 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества в Баку является важным событием для Азербайджана. Представители большинства стран ОИС приехали в нашу страну. Это хорошая возможность наладить или улучшить туристические связи между Азербайджаном и странами ОИС. На конференции будет принято два документа – проект итоговой резолюции конференции и Бакинская декларация. Страны ОИС будут приглашены к вложению инвестиций в освобождённую от оккупации территорию, а также принятию активного участия в создании туристической инфраструктуры в Карабахе. Генсек Организации исламского сотрудничества Хусейн Бахим Таха во время выступления на 11-й конференции министров туризма стран-членов ОИС сказал, что страны ОИС нуждаются в новой программе по развитию своего туристического потенциала. Страны-члены ОИС должны развивать новые туристические направления для привлечения большего числа туристов. Особое внимание следует уделить развитию халяльного туризма. Также необходима цифровизация транспортной, банковской и отельной систем стран ОИС. Это благотворно скажется на развитии туристического сектора в постпандемический период. Помощник Генсека Организации исламского сотрудничества по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сингендо в свою очередь коснулся вопроса разрушений на освобождённых территориях Азербайджана. В прошлом году у меня был шанс посетить освобождённые территории Азербайджана. Мы стали очевидцами больших разрушений в городах, находившихся под оккупацией. Это очень опечалило нас. Мы увидели разрушенные мечети, которые использовались в качестве загонов для животных. Уверен, что все мечети и культурные объекты будут восстановлены. Эти места станут вновь привлекательны для туристов со всего мира. Туризм на освобождённых территориях внесёт свою лепту в экономику страны. Мы, как ОИС, поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и продолжим поддерживать ваши усилия по восстановлению Карабаха. Отметим, что в конференции, организованной Государственным агентством по туризму, принимают участие более 160 представителей из 39 стран мира. Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, министр туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Азиз Абдул-Хакимов высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном и отметил важность визита президента Азербайджанской Республики в Республику Узбекистан, состоявшегося накануне. Необходимо отметить, что сегодня перед министрами туризма стоят вопросы по кардинальному увеличению туристических потоков между мусульманскими регионами и странами. В этой связи, конечно, возникает очень много вопросов. Это и упрощение визовых режимов, это и увеличение количества авиаполетов между различными мусульманскими регионами и странами. В этой связи мы приветствуем те инициативы, которые были выдвинуты со стороны Азербайджана в этом плане. И сегодня я думаю, что все руководители туристических ведомств, стран, организации исламского сотрудничества ставят перед собой вот такие амбициозные цели. Напомним, что 11-я сессия конференции министров туризма и организации исламского сотрудничества проходит в Баку с 27 по 29 июня. Основная ее тема – роль местных общин в развитии туризма. 29 июня запланируем визит участников конференции в Шушу. Турама Медли, Фарид Лачинов, Сибиси.